Я пишу истинно такие старые, что человечество их уже не помнит. Он, конечно, опора на основополагающие ценности. 6 тысяч лет зрели его мысли, он отсылает к Ветхому Завету, он отсылает к азам человеческой этики. Он знал себе цену, безусловно. Не легко жить после смерти, иногда на это приходится потратить всю жизнь. О, это прекрасно. А с чем? Какое впечатление вы имеете? Ну, прежде всего, с его очень ироничными, добцепными афоризмами. Так? Какие впечатления? Да, с фразками, но... ...з никакой не приток. Поэта, да? Надежда – это расчет вероятности начертанный пером ангела. Конечно, поэт. И он начинал как поэт, и он считал себя поэтом. Кстати говоря, в Польше он был известен именно как автор фразек, но он, конечно, вырос до вот этого невероятного афористического уровня. Я, конечно, был маленьким детским. Я был 10 лет, когда отец умер, но это было 10 счастливых лет отца, немного нетиповых в его жизни. 10 лет, когда он писал и мы с братом, который был 10 лет старше, в маленьком доме, подаль на рынке Нового Министа. Не было там вариантов до работы отца, но отец ходил по кавиарниях, писал. И отец при этом пиесе очень любил седеть. Здесь видно в рулоне сервейки, которые он использовал. Он имеет такие нотесики, которые тоже были тогда популярны. Но нераз этих нотесиков запоминал или даже считал, что до этих нотесиков только вписал какую-то версию более сконченную. И отец просто на кавиарниях сервейках, потому что сервейки были на каждом столике. Отец был такой очень любительной женщиной и я, как детство, помню, я был темным фасцентом, что отец видит себя, знают много людей на улице, идут с крыльковским предмещением, кое-кавиарниях перестали, он разговаривал. Это такая вещь, которая достаточно нietyповая. Отец был racей такой источником информации. Отец памятал конекции родственные древа геонологичные родов с окресу цесарства austро-венгерского. То есть из-за первой войны святой, чем право не было, какого-то детства, но как бы от циотек, от родины, интересовался и имел святную память до этого. Так что отец был так как бы таким образом эрудит, язык немецкий, язык французский, язык росыский oczywiście. Так что до ойца много людей звонили, много людей разговаривали в разных справах, в плане тумачей, в плане биографичных. Однако ойцец на pewno не был такой особой кабаретовым. О, не, 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 не. Ойцец был саркастичным, такой ну, какой-то смех. Однажды лет потерял свою записную книжку, в которой 200 мысли. В это время в Варшаве был сартер, и мы об этом рассказали, а вы сказали, когда в Париже кому-то одна мысль приходит, это уже событие. Вот. Но, видите, вот в Варшаве можно потерять 200 мыслей. Ну, вот, собственно, кафе, кафе-литератка, где он сидел и изводил салфетки в большом количестве своими мыслями неучесанными. Таким показательным образом, почти демонстративным образом жизнь провела его через все идеологии, какие мог предложить век. Да, начиная с иезуитского колледжа, да, от, так сказать, от этих основ, да, потом юриспруденция, потом молодой поэт в Праге, социалист, да, поклонник левых идей. Ну, кем еще может быть в буржуазной стране свободный человек, поэт молодой? Конечно, социалист, конечно, левак. До такой степени левак, что он приветствовал приход Сталина во Львов и его родной Львов в тридцать девятом году. Автор первого польского стихотворения «Ва славу Сталина». Потом в львовском погроме гибнет его мать, он в тернопольском концлагере, два побега, после второго его ведут на расстрел, он бежит из-под расстрела, партизанит в нелегальном положении здесь, в Варшаве, ходит в эсэсовском мундире, разгуливает по улицам, наводя ужас на своих знакомых. У него был, естественно, свободный немецкий, отец австрийский граф. Потом войско польское, армия Людова, майор войско польского заканчивает войну как воин, участвовал в сражениях. Потом поворот, высший пик официозной карьеры, он культурный атташе Польши в Вене. Потом он, насмотревшись на реальный социализм, а не на эфемерный, разрывает, да, и уезжает. Он увидел, что такое этот социализм, что этот социализм унижает человека еще больше, чем тот капитализм, от которого он бежал когда-то еще в Бессарабию в 30-е годы. Он уезжает в Израиль и через два года возвращается, да, возвращается на родину. Он бежал от режима, уезжал от режима, а вернулся на родину. И диссидентом прожил несколько лет здесь, пока не наступил 56-й год, 20-й съезд. И вот в 57-м году появляются первые непричесанные мысли. Вот путь. Он, как колобок, ушел от всех идеологий, иногда в физическом смысле, потому что, да, бежал из-под арестов, из-под расстрелов. Феноменальная биография. Он еще писал роды, очень мучительная вещь. Особенно, когда чек рождает себя сам, да еще в зрелые годы. Это, конечно, автобиографичная фраза. Он родил себя сам. Менялись идеологии, проходили туда-сюда вот эти волны, красные, коричневые, такие, сякие. Проходили волны через леца. И сделали его вот такой вот, как бы все это стряхнул с себя, став человеческой фигурой. Возвращали на него внимание, что он так, как бы, сидит и и обсервует кого-то. Он говорит, он говорит, он говорит, не, не, спокойно, я только подслушуя Państва мысли. До этого в збору заглажда не только, потому что там главнее описано как бы, кондиция человека, универсальная кондиция человека, не только его политические, не только его политические, политические, но и все такие споучные такие так, что аналфабеци должны диктовать. то, что сделал Виктор Шендеррович в этом арбуме то есть речь фантастичная. По-первых, показывал сегодняшний в этой перспективе, показывал, как слова Лекса фантастичной фантастичной фотографии, который может выобразить. Иногда это смешно, иногда страшно, но это в основе это это И я записывал в записные книжки эти пары, фотография, афоризм, события, афоризм, корризия, персонаж, афоризм. Счет этих пар шел уже на десятки, потом пошел на сотни. И я понимал, что я сочинил некоторый альбом. И в этом альбоме я написал в протисловии, этот альбом даже для неграмотных будет совершенно прекрасен, для тех, кто не знает ни одного слова ни на одном языке. Потому что если смотреть на левую сторону разворота, то вас ждет 187, почти 200 фотографий 20 века. И это фотографии великих мастеров, либо великих мастеров, либо неизвестные фотографы, или фотографии, автор которых вообще неизвестен, но пойман какой-то совершенно уникальный момент истории. Мы составили список событий, людей, тем, без которых невозможен взгляд на 20 век. И в какой-то момент появилось название лет 20 века. И вот тогда появилось название лет 20 века. Волончании не можно замуровать. И если мы о твоей промой, то мы можем знать, что, без права, то эта книжка является актером. Это в различной волнести. Бо волны есть леп, волны с артисти-сотографы и волны есть ликтор, который сдержан в своем образе и в особый способ что-то говорит нам что-то новое о свете. Летт есть комплектно обцел в определенной составе российского, российского, чесского, liteвского, украинского, жидовского самодольства. Он и его творчество, то есть тот рожай ответов на татарные вызвания и татарные тукусы. И тем, кто обсуждает близко и таким же писарством Летта, он не даст никому. Ани Сталином, ани Хитлером, аниме Анательевичем, никому. Он, конечно, перерос национальный. И здесь надо сказать, что на мой скромный, и на странный взгляд, Польша просто проспала этого гения. А он человек мира. Так бывает часто, нет пророков в своем Отечестве сказано. Та популярность ойца в окресе ПРЛ-у так званого, ну, говорю, недоценение прескрытик, а то есть, как бы, инне загаднение, литеракское заценение ойца, але популярность, по-посту наклady książек, то выникали, как, с того и с той потребы такого ладунка критичного, политичного, ладунку в этих афоризмах. По-посту люди лакнули, того, что цензура jednak musела пустить, тут перепустила, потому что в Польше она не была аж так остра, по руху 1956, когда Отец могла снова публиковать. Позже этот окрес, такое захусьнение себя волностью, захусьнение себя капитализмом, афоризмы выходиły, выходиły по разу в очень радных выданиях, технически очень хорошо сделаны, но эти наклады не были такие ошеломяющие. Политики, какие-то окази таких выступлений publicных ciągle склоняются до цитования ойца, но часто без подавания, конечно, автора. Каждый афоризм Леца, почти каждый афоризм, десятки. Это повод для урока истории. С моей точки зрения, Лец, конечно, должен быть просто в хрестоматиях, обязательно. Обязательно с исследованием, с разговором бессмысленно просто дать человеку неподготовленному открытно прочитать какой-то афоризм. Он требует образования. Беда Прометеем, для которых скала становится опорой и солженицем. Ну, закрыл тему. Вот как щелочь с водой. Вступает в реакцию мгновенно. Ох! И ты вдруг понимаешь, по отдельности плещет, вот лежит и лежит. Вместе начинает шипеть и брызгаться. Вот как бы вступает в реакцию. Из нолей легко сделать цепь. Да? И что можно еще на тему власти и народа, да? Он не пытается насмешить, пошутить, сострить, да? Пощекотать. Постарела ненависть и стала презрением. Вот, да, природа презрения. Постаревшая ненависть. Какая точная, какая точная мысль. Какая точная мысль. Точно так же, как, да, когда-то Искандер сказал, что сатира — это оскорбленная любовь. Совершенно замечательная, очень точная, это очень смежные, смежные формулировки. И это очень, и это очень пролеца. Оскорбленная любовь. Потому что сила чувства именно такая, любовная сила чувства. Это не... В этом нет холода, в этом нет цинизма ни капли. Это прежде всего мысли. Это действительно мысли. Мысли, в которых найдена парадоксальная, мощная форма, интересная. Мысли, которые интересны, как шар в вертете. Ты обнаруживаешь совершенно иной раз тот, чего не увидел с первого раза. Потому что это такая игра. Потому что как только вот сдали, и тут же какая-нибудь фотография, какой-нибудь афоризм. Что-нибудь в голове. Прямо иногда просыпался. Вот так вот. Это было счастьем. Ну вот я это счастье продолжу, конечно. Потому что английский, испанский, немецкий, французский, иврит, японий. У каждого свой век. Конечно, он как личность меня сформировал. Сформировал представление о смешном. О человеческом достоинстве, писательском достоинстве. О лаконизме. О природе смешного. О том, что можно и что нельзя. Когда я начал писать, ну конечно, я пошел вот к той вершине. Разумеется. Он парадоксален, что он легок. Что он многообразен. Абсолютно интенсионно многообразен. Вплоть до какого-то из замечательных эротических, так сказать, шуток. Да? Он абсолютно объемен. Он человек. Презрение к человеку. И вера в него. Это две стороны одной медали. Опора Леца. Его вера только в человека. Отдельного человека. В миллионы отдельных людей. Вера в то, что что-то может. Хорошее. Да? Быть. Оно только от человека. Человек может над собой подняться, как по Минхаусу. Вытащить себя за волос. Его презрение к невежеству. Его презрение к демагогии. Его здоровая ирония. Никакого цинизма, повторяю. Там нет. Не путать цинизму с иронией. Цинизм — это скисшая вера. А ирония — это нечто, что противостоит демагогии. Пробует на зуб любую мысль. Он был чрезвычайно ироничен. И там не было ни грамма цинизма. Очень кстати. Но, впрочем, он, кстати, в любое время и в любом месте. Мы народе тоже, я надеюсь, еще пригодится. Мы будем считать, что я сделал подарок Польше. Все р 시景 driли. Т rating сегодня. Корректор субтитров. Корректор��ю constantlyу armyIlра агрессивное путь. Да он. Планиctions.